Купил я настоящий суперкар На машине отсутствуют тормозные диски и суппорта В целом он сейчас завален тупо какими-то деталями Есть отличные новости Целая рама, которая без повреждений Передний правый рычаг самопальный По задней стороне там из видимого поврежден вот этот рычаг Что касаемо мотора, вот чтобы вообще проверить Насколько тут все живое В первую очередь это снятие ДВС Цилиндры живые, то есть на них хорошо виден хон Очень много возможно изготовить в России Потому что у нас есть ЧПУ, есть 3D принтеры У меня появились суппорта, друзья И это 100% правильные суппорта Появилась система управления коробкой Корзина сцепления, само сцепление Я знаю, что в России эти детали можно изготовить Сейчас мы поедем к очень крутым ребятам У них есть вся печать Мы едем дальше собирать по крупиночкам детальки на мега-тачку Ну что, друзья, всем привет Мы начинаем новый выпуск по Ламборгини Мурчелага Сегодня 17 ноября Посмотрим, сколько мы этой серии будем снимать Я вам неоднократно говорил, что у нас серия долго снимается Машина ждет запчастей Но у нас есть хорошие новости Мы напечатали фару Пока одну Вот приехали ее примерить, собственно говоря, в ракету Саш, привет Здарова, Макс Пойдем оценивать будем Вообще так, внешне я сравнил Все идеально подходит Даже вот эта родная фигня Ну это я уже, да, посмотрел, оценил Да, этого достаточно Я даже скажу, тут где-то уровень подгонки даже лучше, чем у Ламборгини завода Это делали у моего товарища Радика У них большая студия по 3D-печати И вообще он мне говорил, что Макс Фара не идеальная И я отправлял там еще что-то дизайнеру немного денег Что-то там дорабатывали Видите, Саша оценил, что фара лучше стала Она же изнутри залазит, по идее, да? Что так, что так Мы тогда ее пихали, были трудности А потом, когда доставали, она, оказывается, и так, и так лезет Но сейчас надо посмотреть Потому что мне же надо, чтобы она точно становилась в собранном виде А в принципе, а что нам тут смотреть, чтобы что подошло, что не подошло Я тоже не понял С учетом того, что у нас кузова-то нету здесь, в этой зоне Она соответствует, если Радик сам доволен своей работой Если он говорит, что я сделал лучше, чем то, что вот было Тогда это нам подойдет в любом случае Потому что нам крепление изготавливать так или иначе Здесь, конечно, немножко некорректно сейчас так примерять Это все очень условно, опять же, потому что без стекла, без уплотнения В целом, ок Это же у нас относительно целое крыло, относительно целое Все грани у него все на месте, ничего не обдумывая Ну, короче, вроде бы со всех сторон все одинаково В общем, все отлично Позвоню Радику, скажу, что печатали правую Ну и, соответственно, дальше будем возить их ребятам, которые занимаются фарами Чтобы сюда поставить новые линзы И еще пару мелочей нам надо будет сюда выточить в виде таких кругляшек хромированных Но это, скажем так, уже мелочи Ладно, один пунктинг маленький мы закрываем Хотя сколько месяцев это заняло? В итоге три? Не, ну, с учетом тех небольших запстей, что ты уже показывал в сериях Стартера три билдили Да, ну, его уже привезли? Да-да-да Покажи, давай покажем Сердце нашего автомобиля лежит отмытое и чистое Вот мы перебрали стартер У меня есть выжимной подшипник У нас есть та недостающая деталь, которую я тоже долго искал В общем, я сейчас попросил ребят, чтобы они вскрыли коробку Потому что она в очень странном герметике И, соответственно, нужно в нее залезть на всякий случай Чтобы понимать, там вообще все целое или не целое Дальше план все это стыкуем Стыкуем сцепление, как вы помните, тоже я уже сделал Маховик сделан Ну, в общем, вроде эти мелочи готовы И будем вкидывать мотор обратно, да? Так, вот наш стартер Что в итоге с ним сделали? Взамену втягивающего, да, и обслужили все внутри Внешне, ну, красить не стали Он, в принципе, внешне соответствует этому мотору Ну, по крайней мере, его на стенде под нагрузкой проверили Потому что я объяснил, что мотор большой Его проверили под нагрузкой, что он будет работать Все, тут вопросов нет Кайф Также и с корпусом масляного фильтра Полностью от мыли очистили Постараясь не повредить именно защитный слой алюминий Чтобы он не окислялся Друзья, ну, те, кто подписан на Мотинграм-канал Знают мою историю о том, что благодаря усердной работе И правильным инструментам за пару лет можно заработать на Porsche Но что же делать, когда накопления случились? Где искать автомобиль своей мечтой? Так вот, делюсь с вами Авито – это отличная площадка, а в моем случае инструмент для продажи автомобилей Так как сервис спрещает более 5 миллионов человек Которые ежедневно ищут себе автомобиль Так что, друзья, вы можете быть уверены, что покупатель на ваш автомобиль точно найдется Открываем телефон на предложение и задаем фильтр поиск Так, автомобиль от 2017 года Коробка автоматическая Москва плюс 200 километров Цена от 2 до 3 миллионов Количество владельцев до 2 Пробег, ну, до 75 тысяч километров Как мы видим, в данных параметрах огромное количество автомобилей Хороших, на них есть спрос Мне вот, к примеру, вот эти приглянулись Вот в этом объявлении продавец позаботился о том, чтобы сделать качественную фотографию Цена рыночная А значит, продаст ему выгодно для обеих сторон Классная ежка Пробег всего 7-7 тысяч километров Единственное, я бы, конечно, снял тренировку Потому что не люблю я тренировки Также из плюсов, что продает собственник, а не перекуп Поэтому в целом этот автомобиль мне нравится И вот мой любимый Volvo Тоже хорошо сделанная фотография До описания, посмотрите С какой душой писал человек Еще из плюсов, автомобиль продается по рыночной цене И владелец по ПТС всего один В общем, продавцы, делайте хорошие фотографии Делайте хорошие, честные описания И выставляйте свои автомобили на Авито Тут можно продать свою ласточку выгодно Переходите по ссылочке в описании У нас полностью перебранная коробка Сашка, конечно, постарался Кидал мне много фото-видео Что с ней не так Выяснилось, что у нас был сломан вот этот вот датчик Позиционер кулису Ну, в общем, он показывает, какая передача, видимо, мозга Я зашел на eBay и охренел Этот датчик стоил на eBay 800 долларов И еще его надо было везти 3 недели Стал звонить вообще всем, кому не лень И нашелся человек У которого оказалась такая коробка есть в Москве И мне продали вот эти два датчика за 500 долларов Я сэкономил, в общем, 300 баксов И сэкономил кучу времени И мы смогли полностью отобрать коробку Вот она стоит целенькая, чистенькая Внутри все окей Но вот сейчас вот я вам покажу, как это выглядело Разобраны все возможные корпуса Для того, чтобы проверить, продиагностировать коробку На наличие там нестоковых деталей Либо каких-то серьезных технических вмешательств Слава Богу, это все отсутствует Были удалены вот эти безумные наросты герметика Который был как внутри, так и снаружи Вот с этих всех плоскостей Вот с этого маслонасоса С переднего повинны Колокола сцепления, так и говоря И перехода лавы на передний привод Все плоскости были отреставрированы Потому что имели механические повреждения Все вот это сделано, все исправлено Все подготовлено к сборке У нас пришел новый сальничек на вал ФВД Все детали, которые имели серьезные механические повреждения Были отреставрированы, заново отшлифованы Все вот эти технические крышечки были также очищены Выправлены, отшлифованы Фильтр масла Полностью убрана коррозия Ну, это еще уберу, там много колечки Убрана коррозия, обработанная кислотой Все прочее, антикоррозийными грунтами Ну, в общем, по коробке у нас все ок Еще из хороших новостей Нам приехали новые кулаки И я их сейчас вместе с вами распакую Потому что, если честно, я их не видел Все очень круто Выглядит, как новая деталь Новая, классная, офигенная Саш, ну что, будешь-ка на красоту смотреть? Слушай, уже прям и занадировали Все сделали Типа прям под завод, да? Без прикладной детали я тебе с разбегом ничего не скажу Но, слушай, люди, которые готовы, могут сделать вот это Если они сделали правильные там замеры Ну, мы из основы брали наши целые кулаки левые Каче сделали вот эти новые втулки под Отлично, под шарами Да И здесь сделана футерка металлическая Вот он мне объяснил, что там где-то металлические футерки Не наделали Ну, я там ничего не увидел Нет А, вот здесь, вот здесь футерки Вот это, да Это под суппорта В алюминиевых кулаках всегда есть усиление В общем, мы сделали по факту тюниненные кулаки Они у нас из цельного куска алюминия Они более жесткие По сути, это как сравнивать кованые диски или три диски То есть примерно так То есть он крепче Здесь у нас много резьб И чтобы, когда, ну, металл вкручиваешь в алюминий Можно там перестараться с моментом И резьба слетит Потому что алюминий более мягкий металл И здесь специально сделаны футерки Но сделаны они, как, собственно говоря, и были в родных кулаках Которые, собственно говоря, здесь, давай Ну, там во время отливки могли просто закладывать туда закладные И все Тоже, опять же, стальные Потому что в алюминии можно вкручивать только алюминий Не, вкрутить ты, конечно, можешь что угодно Но... Блядь Уберем Видишь, здесь полое внутри отверстие А у нас здесь цельное То есть вот эта часть силовая Ну, короче, на этом и на тюнячих рычагах уже может быть в кольцо ехать Потому что там боковые нагрузки высокие Ну, не суть Вот для чего это Это, возможно, опора для того, чтобы машину... Ну, знаешь, когда надо поддомкратить за рычаги Потому что вот эта, это и есть нижняя точка за тормозным диском То есть усилию вот эта деталь она не дает? Не-не-не, вообще ни в коем Почему я вообще это сделал? Заказать два правых кулака я тупо не смог И то, что я находил на ebay За передний просили 190 тысяч За один задний просили в районе 60-70 тысяч Было неизвестно, в каком они состоянии Битые, целые, кривые, не кривые Как я уже неоднократно говорил Проблема с доставкой То есть, ну, в времени это все занимает вообще вагон и маленькую тележку В общем, я изготовил сразу четыре кулака Чтобы у нас, ну, опять же, на машине было все одинаковое Я мог сэкономить, сделать два Но это было бы, то есть, у нас бы два были такие, два такие В общем, делаем лучше И я надеюсь, что круче И кулаки мне вышли в 250 тысяч рублей за четыре штуки Цена более чем адекватная Но эти, ну, не знаю, выставлю на продажу Или, опять же, пусть ронятся на всякий случай В общем, одна важная составляющая у нас сделана Бираем это все в коробочке Рассказываем дальше Рычаги Решил, что рычаги мы также изготовим в России И все, кому я их отправлял В общем, в России нету овальных труб Да, ну, реально, нет овальной трубы То есть, с круглыми проблем нет Вот, допустим, задние рычаги мы изготовили То есть, у нас точная копия наших рычагов из стали Что-то там 20, она как-то называется ШАЭСы переставлены наши В общем, не все можно сделать, к сожалению Точнее, может быть, и можно Но на производство бы там трех рычагов Которые мне нужны Ушло бы несколько миллионов рублей И поиск металлов Потому что, ну, просто нету в России вот Овальной трубы И еще проблема с шаровыми Я поехал в ремонт шаровых опор Приезжаю, у нас же, помнишь, на одной рваной пыльник Они снимают пыльник И там вмятина Ну, то есть, шарик может выскочить Они говорят, ты можешь съездить Тебе там зальют пластик и новый пыльник Но это, говорит, херня Мы не советуем Может вылететь машина Ну, скоростная, дорогая Мы на себя такую ответственность не возьмем Я говорю, а что мне делать? Они говорят, мы не знаем, что тебе делать Типа, ищи И благо я нашел у своего знакомого Который, собственно говоря, мне помог с датчиком Новый правый рычаг Мы, конечно, приехали забирать новый рычаг Человека, который мне помог добыть датчики на коробку Его зовут тоже Максим Думаю, что если ты его повесишь себе потом на шею Либо поставишь под елку на Новый год Блин, сколько лет он тебе лежал? Двенадцать Это кто-то когда-то купил и не купил? Это у меня заказал человек Который был на тот момент госслужащим Но он потом пропал Я думаю, что он вполне возможно Что сейчас он отдыхает за счет государства Я понял Это я без прикола Это 507 Ну что, еще 12 лет он бы даже? Нет У меня два рычага На одном убита шаровая Вот прям убита Я говорю, блин, ладно Я тогда один покупаю новый А вы мне шаровую, ну, целую Переставьте в другой рычаг Потому что у тебя вроде левый был рычаг А он оказывается правый Ну, в общем, кайф Рычаг тот же Нужный Все отлично Новый А почем его покупаем? Я не знаю Насколько ты готов? Тут 55 рублей он у меня стоит Да 5 ты мне скидывал уже Я тебе скидывал уже Я забыл про курс Все начинаются курсоводы Не, не, я это сам видишь Я занимаюсь У тебя тут, смотри, какие машины шикарные стоят Просто пушка А вот эта машина Это Коак Тарапорта, правильно? Да Друзья, вы многие видели, что они очень дешевые За 800 тысяч можно купить в Мазерате Но я созванивался с Максимом Говорю, слушай, Макс, такую тачку можно брать? Ну и, конечно же, все упирается в то, что за 700 тысяч рублей продают хлам А нормальная машина в хорошем состоянии стоит подвушку, да? Ну вот, как раз что-то похожее на это Будет стоить подвушку с одним владельцем Ну итальянцы, конечно, красавчики Они с точки зрения дизайна и стиля На вершине Ну нет, здесь доводчиков еще не было Но, кстати, обратите внимание на ручки Вот эти вот ручки, несмотря на собянинские реагенты С ними сделать вообще ничего невозможно Потому что они сделаны из металла И, соответственно, он... Не как на новых Мерседесах, да? Да, 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 здесь с этим вообще все четко Бентли Бентли я тоже всегда хотел У меня даже была идея купить Континентал И сделать из него, как этот Кларксон делал, ну, много лет назад В общем, тут весьма интересно Я надеюсь, что мы когда ламбу доделаем Я буду приезжать к Максу Мы будем ее обслуживать Приезжай, раз уж сосед Что делать? В общем, с новым рычагом нам помог Макс А этот рычаг я просто переставил Шерл В общем, у нас есть два ровных Один новый, один не новый Задние рычаги, то есть левый у нас целый Он и остается им А вот задний, правый и два передних, нижних Короче, у меня нету И нам, видимо, сейчас, когда мы соберем тачку Придется пока три рычага поставить старые Но я пока по плану планирую Прямо покупать билеты И вот сейчас из Нука улететь в Дубай За тремя рычагами Я познаю, где они там лежат Просто обускорить процесс Потому что, друзья, у нас собрана коробка У нас есть рычаги Три не достает У нас есть кулаки У нас вон стоит мотор Есть старые Ну, короче, все для того, чтобы машина стала собираться У нас есть Единственное Ну, есть нюансы Как я говорил ранее Нужно много проверить И сделать до того, как туда установится мотор Ну, как ты говорил в прошлой серии Да, ну, типа, блин, почему мы все никак не соберем Никак не заведем Ребят, честно, это я больше Макса доканываю Я с него требую больше запчастей Для того, чтобы он потом Когда мы установим агрегат Там запустим У нас не получилось так, что у нас что-то недоставлено Что-то мы не можем восстановить Для чего-то не можем добраться Чтобы мотор еще раз не снимали Чтобы еще раз не снимали Не повреждали красивые новые детали Ну, и просто не было таких вот неприятных казусов Которые потом могут вылиться При восстановлении такого автомобиля И нам еще прямо сейчас едут амортики Они уже не красного, а зеленого будут Они уже зеленого цвета, да Ребята покрасили пружины Амортизаторы Один в Москве Передний продают на авито 300 тысяч рублей Один У нас их 6 И 4 были повреждены Ребята сделали все за 180 тысяч рублей 6 амортизаторов Они использовали наши передние Я попросил оставить нижнюю часть Чтобы у нас работал гидравлика В общем, амортики едут Я в целом, вроде бы как У меня в голове, что все Машина завтра ставится мотор И мы отсюда едем боком Вроде бы кажется, все мелочь банальная Но она сейчас просто прелесть Но все детальки Восстановить шаг-грень Подобрать по заводу болтики У тебя целая была, в принципе, вроде коробка Но при разборе колокола и прочее Вся гидравлика была откручена Раскручена Крепежи проводки были просто не на своих местах Ну и, соответственно, по сравнению с тем, как лежал герметик Как тут, да? Да, это вообще Он просто вываливался Хорошо, что мы в нее залезли Если бы не залезли Это была бы реально печаль-печаль И нам бы пришлось Ну да, я тоже нюансов этой коробки не знал Как оказалось, вот эта задняя часть Это является маслонасосом Ну и, соответственно, вот там вот все Фильтр под ним и прочее Ну, как я тебе показывал Фото, видео Там все было вот в этих ошметках герметики Да, а с завода Она вообще собирается на анаэробном герметике Который, в принципе, куда, где он не попадает На плоскости Он вымывается И не наносит никаких сложностей Ну, короче, не зря залезли в коробку Теперь можно сказать, что я в ней уверен После рук Сашки Ну что, друзья Я снова нахожусь в компании 100фильтр Которая просто замечательно делает тошки На все виды автомобилей Включая новые, старые, бушные и так далее У них есть сертификаты Так что, если у вас новая тачка Можете приехать И не бояться, что она слетит с гарантией Потому что гарантии-то больше нет вообще в России Ну и действительно, шутки шутками С нашего рынка действительно ушло огромное количество брендов И на месте их стали появляться новые бренды Китайского автопрома Которые, кстати говоря, многие хвалят Но у нас сейчас выпуск не про это Ставят вопрос, где их обслуживать И у компании 100фильтр есть огромный плюс Потому что у них есть расходники реально на все марки автомобилей То есть, если у вас новый китаец И вы не знаете, где его обслужить, чтобы не слететь с гарантией У ребят есть все сертификаты Поэтому можно смело менять масла, колодки, свечи И с гарантией вы точно не слетите Ну и что касаемо автомобилей, привезенных параллельным импортным Ребят, также приезжаем в 100фильтр Делаем туорщику Из плюсов быстро Запись То есть, позвонили В тот же день вас записали Работают круглосуточно Три станции в Москве Отличная зона ожидания И все в наличии То есть, вам вообще не надо париться на тему Поиска запчастей Подходит, что не подходит Что оригинальное, что оригинальное В общем, ребята реально красавцы Я сам у них лично обслуживаю машины И все мои друзья стали к ним ездить В общем, от меня скидка 15% на запчасти Но останавливаются на них совершенно бесплатно Ну что, друзья, вы догадались, что приехали долгожданные амортизаторы Блин, ребята такие красавчики Наклеечки Обжиганые наклейки И паспорт В котором, видимо, написаны характеристики Спектрум контроль Серийный номер Дата Продажи Дата выпуска И гарантийный талон Слушайте, это очень круто Ну что, друзья Блин, как я люблю новые детали Детали на Ламбо Это вообще отдельный Отдельная песня Нам сохранили нашу нижнюю часть передних амортиков Потому что передняя часть на Ламборгини Это гидравлика То есть она вот настолько будет подниматься Чтобы можно было переезжать там Лежащие полицейские И все в этом духе А сзади у нас стоит по два амортизатора На каждую ось Блин, это просто великолепно Ребята изменили немного конструкцию амортиков То есть у нас теперь снизу ШС и сверху ШС Были убитые слимблоки И вот эти части они переделали То есть верхние и нижние Пружины на этих амортизаторах остались наши Новые штоки Вот это все новое Да вообще все новое То есть у нас получается У нас и было повреждено Как раз таки шток Была повреждена геометрия И на У четырех И у двух было повреждено Основание под саленблок Ребята все изготовили новое Ну конечно выглядит бомбически Я уже жду не дождусь Когда это все на машину встанет Когда уже на машину все встанет Давай пойдем Крутить гайки Ну в общем друзья Если вам интересно Что такое спектрум Что за ребята Я ссылочку на них тоже оставлю В описании к этому ролику Подпишитесь И ну они реально красавчики Они делают подвески На все И уже ну довольно много лет Потому что я наводил справки Прежде чем ну делать Амортизатор на ламбардине В общем ребята с ними сотрудничали Ни одного отрицательного отзыва Только позитивчики Ну и я доволен То есть я говорю Я сэкономил Я уже это говорил Ну лям точно мы сэкономили на этом И выглядит это Я бы даже сказал Где-то более дорого Чем ламбардине Согласен Ну что мы опять уезжаем Появимся здесь через На следующий неделе короче Ждем И уже поем боком Ну что друзья Счастья моему нет пределу Нашу ламбочку Готовят к установке двигателя Все ее моют Моют моторное пространство Я уже вижу на ней стоят тормоза Подвеска Ну что сейчас ребята закончат Мы вам все расскажем Но судя по тому Что все на машине стоит Все прошло Уже пишешь? Конечно А что ты не сказал Я не причесался Ничего Блок Все дела Да Встало оно вообще отлично Мне очень понравилось Грубо говоря Ну примерка Перед тем как мы их будем разбирать Там давать в покраску Все прочее Все стало прям Знаешь как Вот Мож Все зазорочки Все проверено Да Вон там прям все четенько Я просто честно говоря Переживал Что что-то может не подойти Поскольку У меня не было Чертежей Не было размеров То есть Я изгалялся Прежде чем нашел Все правильные параметры Вот этой части То есть Часть сначала поизучать Ну да И я рад что Супорта подошли идеально Ну то есть Все прям Супер Амортики стоят Верхние рычаги стоят Нижние рычаги Мы пока поставили Битые Старые Тормоза я соответственно Не подключал Потому что у нас даже Банж болтов Под тормоза нету Ну При сборке Все что Я считал Что будет потом Необходимо Тебе Или куда далее Для истории Сделать оригинальное Я соответственно Записывал Что туда Нужны болты Сюда Стяжки Сюда Наговеные Слушай Ну это знаешь Это как есть Вот у людей Старого поколения У пожилых Врачей вызывают А как врача Принять дома Не прибрано Так же и ты Ты же не говоришь Когда ты приедешь Мы не успели Прибраться Все положить А ну видишь Как все валяется Мы ходим Пинаем Ну короче я вижу Что ты подключился В гидравлику Все чистое Так мотор чистый Стоит на столе Подниму Ну единственное Катушки я пока не пихал Потому что Где-то Профукались То ли я При закупке У меня сейчас нет Свежих свечек Короче на эту машину Заказал На 70 тысяч рублей Масла Фильтра Свечки Только да Считай как одно Полноценное ТО То есть сразу Собираем Чтобы все было Четенько Как вы заметили У нас не собрана Задняя подвеска Один рычаг Заказал На ebay Вот он На этой неделе Доедет до Минска Из Минска Он приедет сюда А второй рычаг Мы нашли Мы нашли ШАЭС Точный Идеальный По размерам С пыльниками Подходит Кстати говоря Друзья от Мерседеса И они сейчас В общем тоже На этой неделе Доделают И все Задняя подвеска У нас будет И рычаг Не обошелся Один С заставкой 98 тысяч Но опять же Новый рычаг Совсем новый Мне вот недавно Давали цену 400 тысяч Рублей один И все Их сняли С производства Все Эта позиция Недоступна к заказу Передние рычаги Мы видимо Тоже будем Изготавливать целый Благо у нас сейчас Мы уже можем Снять передний Целый рычаг Его отсканировать И сделать его копию Потому что Не объективно Ни с чего было Снимать копию Потому что На моей Они были все биты В общем еще Наверное пару недель Уйдет на изготовление Передних рычагов Но мы сейчас Уже завтра Я надеюсь Тачка сюда переместится Вернется обратно Подъемник Начнется У нее устанавливаться Видите друзья Много мелочей И вот мы здесь Мы начали серию Эту полтора месяца назад И вот Все время Что-то надо искать Иногда какие-то мелочи Забирает огромное Количество времени Что было сделано Опять же Вот За неделю до Найдено Что треснуто Крепление Клапанов EGR А Установил стартер Для того Чтобы его установить По-хорошему Нужно снимать Одну часть коллектора Ну Слава богу Чуть подумали Решили Стартер мой любимый Стартер все На месте Прикрученный А далее Были найдены То что Была не закручена Эластичная муфта Привода насоса Гур Там на редукторе Тоже Отсутствовала Одна гайка Еще же Надо подобрать Гайку Чтобы была На завод Похожая Также На световую Метку Все Ремень так проверен По сути Вон все К нему вопросов Никаких нет Ну и вот так Две-три мелочи Все равно В течение полудня Начинаешь опять Все просматривать Внимательно Сам за собой Мотор-то уже Не раз проверяли Но при этом Опять нашли Съема Ну что, друзья Момент Важный наступает Смотрите, какой большой агрегат получился Это реально самый большой агрегат, который я видел в своей жизни Но я не видел больше конструкции Ни на какой машине Ну в общем Пока вот на этом замечательном фоне Происходит событие Собрали коробку На нее поставили Маковик сцепления Все это соединили Все отмыли Поставили вот эту вот Трубу, которую мы восстанавливали Где проходит кардан Ну в общем Моторчик выглядит реально Ну почти как новенький И опускается у нас Вот в чистое пространство Где все проклеено Где все отмыто Очень круто Мне и так хватило, конечно, вчера таких эмоциональных качелей А чего? Ну, то, что первый запуск Меня удивило, что она работает тихо Как обычно На первый запуск С огнетушителями Со всей фигней Все ГСМы подальше от машины Проверяю по выхлопу Соответственно давления подпора нет Шипки по ним мы ничего не увидим У нас, ну, часть мотора У них все равно не хватает Особенно по электронике Системы охлаждения я не собирал Ну, на такие пуски Нам этого более чем достаточно У помпы зазоры Чтобы ее не зацепило Тоже хватает Систему ГУР собрал Чтобы насос не задрало Ничего Соответственно, путем логического исключения Я пошел по топливной системе Начал с рейки Опять же, видишь Вот здесь все системы 1, 6, 7, 12 Ну, левая, правая сторона Они помечены легко и просто Желто-белая Прям вот, знаешь, как Для дураков сделано Это вот здесь Инженерам респект Откручиваем желтую линию Я понимаю, что у меня в рейке пусто У меня нету давления Топлива Но перед установкой бака Соответственно, я проверял Все насосы на работоспособность Думаю, ну, значит Где-то может быть проблема в магистралях Поочередно их начал откручивать Продувать Вопросов никаких Все должно литься Откручиваю белую магистраль Там давление есть Берем индикатор Лезем проверять электрическую часть Начинаем от блока предохранителей Благо, здесь также сделано максимально просто Мне кажется, даже проще, чем в Жигулях Здесь Фойл-памп-1 Фойл-памп-2 Инжекшн-1 Инжекшн-2 Все это перепроверяю Реле по предохранителям Все работает Окей Смотрим питалово здесь Подключаем зажигание Благо, опять же, к разъемам Очень легко подобраться Не надо их ни снимать Не разбирать Ты просто протекиваешь индикатор Все везде должно соответствовать Я, да что за нафиг Снимаю бак Открываю колбу И вижу такую картину Что там есть неразъемное кассетное соединение Верхняя часть крышка Которая прикручивается к баку Соединяется с колбы За счет кассетного соединения Тем самым я понимаю Что у меня насос просто давил в обратку А, я понял Да Он давил в редуктор А он уже, соответственно, не пропускает никуда в рейк Стоило только пересобрать У меня сразу же появилось давление топлива В общем, друзья, чем все это закончилось Вы увидите прямо сейчас Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Тихо, тихо, тихо Тут же еще тоже целый это Плеск в губном Как это? Рубильник Да к сожалению у нас есть такой нюанс что сейчас она держит 4 3000 оборотов а когда начинает сбрасывать у нее появляются прострелы пламя искры все с выхлопа лямбда пламя-гаситель систему выхлопа у нас на самом деле друзья по мотору не хватает лямбда зондов у нас не стоит выхлоп у нас сейчас по сути получается разноглинные коллектора так как там система активно здесь она здесь активно у нас на моторе не хватает вот одной такой вакуумной штуки слушай у нас не хватает 30 процентов системы управления мотора и мы понимали что мы идем на этот определенный риск так у нас понимали сроки да если смысл это дальше все искать собирать нам нужно было проверить систему стартера который когда-то отсутствовал плюс мы перебирали проверить всю электрику что просто при включении тумблера у меня не произойдет ну всю работоспособность ответ мозга нужно ли мне кпп в каком состоянии должна быть кпп что прокачивать то бишь дальше мне сейчас уже надо брать официальное диагностическое ламбо оборудование и только после этого адаптировать дроссельные заслонки которые у тебя привыкли работать в саже там в этом сцене которые два подклинули я тебе рассказывал вот их адаптировать проверить всю систему мотор перед запуском когда вот мы делали прошлую сервину ламбу перед запуском у нас была часовая компьютерная диагностика и адаптация я смотрел слушал проверял как все щелкать как все работает она от 0 до 100 от 0 до 100 вот это вот все она смотрит где она находится в общем новость отличная потому что все это время объективно то есть я купил в машину за бешеную кучу бабок вложил в нее кучу бабок потратил кучу времени своего и сервиса и мы не знали ну то есть это все напрасно или нет сейчас мы понимаем что это не напрасно пациент жив мотор запускается безусловно нам еще нужно на него заказывать всякие датчики обеспечения ну в общем да всякие разные детали но опять же уже понятно с чем работать прямо сейчас я еду за суппортами которые отдал в компанию топ-стоп на покраску чтобы они были новенькие красивенькие также по идее сегодня должен приехать задний рычаг который заказал на ebay и машину мы уже сможем смело ставить на колеса и уже дальше принимать решение что вообще мы с ней будем делать так то что друзья в начале серии вам показывали наши фары которые у нас уже готовы вот собственно наш корпус который весьма прочный но с ним конечно еще придется проводить ряд доработок поскольку он печатался тут есть вот скажем так вот эти когда ногтем ведешь то есть есть такие зацепки это надо все либо вышкурить либо мне тут предложили отвести все на песок то есть пройтись мелким песком это все станет более гладким дальше это покрыть жидкой шпаклевкой потом покрасить черный цвет и получится ну так вот это такая грубая текстура пластика уйдет фары станут скажем так более правильно еще у нас одна отличная новость приехали наконец-таки стекла из пластика который я заказал в европе и смотрим об идеально посмотрите как встает просто идеально но большим плюсом является что но они гибкие их можно будет покрыть пленкой их можно будет полировать они ну не такие ломучие как стекла хотя мне есть одно оригинальное стекло но поскольку фары у нас вот такие вот и в целом так даже как мне кажется лучше есть вот один канал на ютюбе мне кстати постоянно вы подписчики мои скидывайте видос оттуда этот же человек поставил себе как раз пластиковые стекла и он видимо купил их там же где я и весьма весьма доволен в общем какой дальше у нас план по фарам как вы помните я купил одну пару со сгоревшего автомобиля она была немного оплавленная ее мы сняли скан и собственно говоря напечатали вот эту фару также мне досталась битая левая фара которая в целом мне тоже не нужна но от этих фар мне подойдут всякие вот такие элементы в виде катафотиков то есть по сути что у нас получается то есть у меня есть даже оригинальные линзы в одной и в другой фаре которые мы вместе вот с этими белыми креплениями переставляем в эти корпуса также есть у нас вот этот пласть который ставится то есть фара собирается вот так но ты будет оригинальный вот желтенький поворотник здесь стоять и самое такое важное это вот эти вот маски на линзы которые сделаны из алюминия и анодированные их вот две штуки я отдал на производстве сейчас делаю с них копия чтобы они были новенькие их я хочу потом анодировать черный цвет хочу вот эта деталь у нас будет стоять вот тут но соответственно чтобы собрать две полноценные фары у нас все для этого имеется это большой плюс потому что фары на lamborghini murci lago хотя многие мигают горе murci lago очень дорогие то есть фары могут стоить по миллиону и продаются бушные тоже побитые в общем я считаю что это очень хорошее решение которое в целом нам обошлось то есть напечатать обе фары со сканами с доделками с переделками и со всей работой не обошлись 90 тысяч рублей стекла я заказала не обошлись мне в 35 тысяч рублей но еще я думаю где-то тысяч 10-20 уйдет на доработку корпусов ну и потом мне надо будет их отдать кому-нибудь кто занимается светом чтобы вот эти все вещи соответственно переустановить собрать откорректировать чтобы все работало как надо ну то есть бюджет двух фар но наверное около 200 тысяч рублей в общем клёво и плюс будет не так страшно если что их бить ломать поскольку у нас есть уже все схемы и мы все про них знаем мы можем их напечатать теперь хоть вообще сколько угодно и вот эти компоненты в целом тоже можно делать с них копия в общем такие у нас новости по оптике это была важная задача которую нам слава богу удалось решить все идет по плану мы перемещаемся обратно к вам друзья посмотрите это просто шедевр огромный 8 поршневые передние 4 поршневые задние тормоза в красном цвете с черной надписью ламборгини просто красота пойдемте примере короче суппорта получились просто огонь напоминаю что мне их красит компания топ-стоп всегда делают быстро четко и качественно от меня скидка 15 процентов не вообще заходите на нашу карту партнеров на сайте или гараж . ру все те с кем я дружу и за чьё качество я отвечаю от меня скидосики на нас на машине как видите появилась и задняя подвеска у нас верхние новые рычаги нижний новый рычаги на снова амортизаторы новые кулаки выкрашенный в черный цвет в общем сочетании с красными суппортами получается очень классно я думаю что уже завтра все это на машину установит и будет красота эмоции уйма несмотря на то что этого фейвиль бездумно дорогой на него очень сложно это реально самая сложная машина в моей жизни каждая запчасть достается кровью и потом очень много звонков анализа пересылок и все в этом духе но по итогу когда машина преобразуется а по факту друзья мы реально купили хлам было неизвестно чего не с мотором она была вся разбита сейчас у нас появились тормоза у нас появилась подвеска у нас появились новые тормозные диски рычаги и амортизатор но очень машина у нас все уже завтра она встанет на колеса будет тормозить будет рулиться у нас стоит мотор который мы весь проверили у нас стоит коробка которую мы также влезли и проверили у нас новое сцепление новый маховик в общем проделана реально колоссальная работа хоть она шла и очень долго эту серию мы снимаем вот уже вот когда я в начале серии сказал же даже не помню какое бы число довольно долго но результат есть машина реально поднимается с колен и я обещал что я ее доведу до конца и мы ее доведем до конца если вдруг вы не видели нашу предыдущую серию по ламборгини вот там вот на подъемнике висит наш второй автомобиль который мы приобрели продав этот автомобиль если вдруг вы не смотрели серию вот перейдите по ссылочке здесь вот где-то она обязательно посмотрите потому что она весьма интересная но а этот автомобиль можно сказать что он продан но вы если вдруг хотите чтобы он остался на канале и хотите наблюдать его дальнейшую судьбу потому что его доделками опять же скорее всего буду заниматься я мы на него также уже купили новый вес это передний бампер задний бампер у нас куплено другой заднее правое крыло но и на машину нужно заказывать еще огромное количество всяких мелких деталей видеоуправления вот этими деталями подкрылки кое-что по салону что займет еще довольно большое количество времени поэтому к сожалению эту серию мы финалим поскольку но если мы будем еще снимать 2-3 месяца изменения произойдут небольшие то вы тупо эту машину забудете в общем накидайте лайков напишите комменты если хотите видеть эту машину дальше на нашем канале но она ждет не менее увлекательно интересной истории это ламборгини марчелага которые передели ревентон из которой мы тоже уже плотно занимаемся ну что друзья вас их очень крепко обнимаю буду вам признателен просто до глубины души если вы подпишетесь на мой канал по сами понимаете что нам нужно развиваться и расти а без вашей поддержки это невозможно поэтому подпишитесь на мой канальчик вам это ничего не будет стоить она будет очень приятно все друзья вас ждут впереди новые крутые выпуски до новых встреч пока